Секрет самого мощного оружия против нежити и секрет его прокачки. Друзья, всем привет! Меня зовут Сагиров Иван, это мой канал Мистер Кэт! Поехали! Мальчики, девочки, подписывайтесь в мою группу ВК, где очень много Скайрима, а в будущем будет много древних свитков. Ссылочка внизу, подписывайтесь. Ну что, друзья, для начала вы должны купить кое-какой свиток. Нет, просто хочу купить свиток, друзья. Свитки и нам нужен огненный шторм. Обязательно, друзья, обязательно покупаем его. Друзья, также сегодня разница между Скайрим Спешл Эдишн и Скайрим Легендарь Эдишн. Будет интересно. Ну что ж, этот квест активируется тогда, когда вам стукнет 12 уровень, друзья. Он прилипает сразу, как только вы найдете вот такой вот огромный сундук. И главное, это работает везде, где бы вы ни находились. Путеводная звезда Меридия. Вот такое вот деформированное яйцо. Забираем. Новая рука коснулась знака. Начато. Рассветная заря. Посмотри, мой храм лежит в руинах. Таково постоянство смертных. Их искусство и их сердец. Если они не питают ко мне любви, как я могу показать им свою любовь? Вау. Первое ощущение, друзья, у меня был просто маленький шок, когда я активировал этот пьедестал. Что? Настало время возвратить мое сияние в Скайрим. Ох, балдеть! Малкаран заставил ворота закрыться. Оскверненного ныне мирской тьмой, заполонивший его. Некромант Малкаран оскверняет мой храм нечистым колдовством, принуждая потерянные души войны служить себе. Мгы. Хуже того, в силу для своих преступлений он пи... Обалдеть. Я пошлю луч света. Проведи этот свет через мой храм, и его двери отворятся. Ооо. Ой-ой-ой. И квест начинается. А вот мне интересно, друзья, там действительно наверху есть эта звезда. Если мы придем без квеста, без ничего, и попробуем ее рассмотреть. Или нет, или она только активируется, когда мы запускаем квест. Если что, напишите мне, кто знает. И проходим данный квест. Очень, очень интересный. Ну, как легко, это зависит от вашей сложности. Нужно активировать этот луч и идти за ним. Но, друзья, самое главное, все обыскивайте. Все, потому что вот эти вот сгоревшие имперцы дают очень, очень много денег. Я серьезно. И главный босс. Но, друзья, сейчас вам покажу в легендаре эдишн. Поехали. Привет, дрожак. Вот ты мне и нужен. Дух. Вы посмотрите на этого... Скелета. Гот. Распался. Сейчас, 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 сейчас. Ага, еще один. Готов. Ой, сколько тут имперцев, друзья. Все перебиты. И у многих очень, очень много денежек. Теперь, друзья, теперь мы как бы должны забрать Сене Рассвета, но мы его не забираем. Становимся вот здесь где-то. Сохраняемся. И кастуем наш свиток. Огненный шторм. Сохранились. И давай. И теперь ищем. Друзья, вы посмотрите. Сияние Рассвета. Вы понимаете, что вы просто-напросто сразу берете два сияния. Дело в том, что одно сияние вот здесь, друзья, в текстурах почему-то запечатано. А огненным взрывом вы его освобождаете. Если не получилось, попробуй еще раз. И у вас получите. Получаете одно сияние Рассвета и второе. Вау. А теперь этот же босс, но вскарим спешл эдишн. Ну-ка. Привет. Иди сюда. Так. Где дух? Вот. Вы только посмотрите на него. Есть. Да, друзья. Но если вы играете в спешл эдишн, вам кастовать ничего не нужно. Сияние Рассвета лежит сверху. Это не бах какой-то. Это в любом случае он будет просто-напросто вот так вот лежать. Это версия спешл эдишн. Серьезно. Серьезно. Он просто здесь лежит как дополнительное оружие. Я был в шоке. Я даже смотрел на других каналах. Действительно, спешл эдишн. Тут не нужно ничего кастовать. Просто внимательно. Чтобы он никуда не улетел. Забирайте его. И второй. Обалдеть. Теперь секрет прокачки. Друзья. А может быть изначально так и планировалось? Мы должны были найти два меча. Но почему-то он проваливался в текстурах. И только в спешл эдишн это все починили. Как вы думаете, напишите в комментариях. Теперь мы должны его улучшить. Смотрите, что нужно прокачать. Во-первых, разрушение. Да. Магия разрушения увеличивает зачарование меча. Обалдеть, да? Вы должны прокачать на 60. И это усиленное пламя. Огненное заклинание носит на 50% большого урона. Что оно усиливает? Если мы зайдем в оружие, то мы увидим сияние рассвета. Отжигает на 15 единиц. Изначально на 10. Вы представляете? При убийстве нежити дает шанс огненного взрыва. Который уничтожает или прогоняет нежить поблизости. Дальше. Дальше качаем, друзья, восстановление на 70. Скажите, зачем? Да зачем? Некромах. Некромах это все заклинания более эффективны против нежити. Огненный шар это заклинание против нежити. Теперь он более мощный. Ого! Друзья. Дальше. 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 Мастер. Мастер волшебник. Вот. Кузнец волшебник. Ну, чтобы улучшить. Чтобы улучшить данное оружие. Ну, лучше, конечно, на суточку, как я. Тяжелая броня или легкая, это уже на желание. Но я лучше советую все-таки легкую броню прокачивать. Дальше. Одноручное оружие. Конечно. Конечно. Качаем двойной вихрь. И двойная мясорубка. Еще. Качаем боевая стойка. И безжалостный удар. Удар. Это просто невероятная мощь. Дальше, друзья. Дальше еще прокачиваем иллюзию, за которую я часто забываю. И перк под названием Наука Страха. Непонятно как, но эта магия увеличивает урон от огня. Я не знаю почему, друзья. Но увеличивает. Какой-то странный невидимый бонус. Но он реально работает. Теперь давайте тестировать. Включаем легенду, друзья. Включаем легенду и пробуем. Это оружие на вампирах. На вампирах так же. Так же оно прекрасно работает. Иди сюда. Ну-ка. У нас два меча и больше шанс. Вы видели? Сработал еще перк. Если б тут были еще вампиры, они просто-напросто разбежались. Так, друзья, ну что ж, теперь давай на парочке драугеров. Воу! Сработал перк, и он, палач, просто сваливает, просто убегает. Вы представляете, какое это преимущество? Два невероятных меча, два. Ого. Ну всё. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, комментируйте. Комментируйте, будьте счастливы и спасибо вам. Всё, друзья.